О том, что сегодня может предложить регион, Вениамин Кондратьев обсудил с послом Немецкой Республики Рюдигером фон Фричем. Встреча прошла в его московской резиденции, куда губернатора и кубанскую делегацию пригласили на деловой обед. В разговоре посол отметил, что в России уже действуют около 6 тысяч предприятий с немецким капиталом. Производство налажено, в том числе и на Кубани. Самое крупное – это завод Клаас. В свою очередь, Вениамин Кондратьев рассказал, что сельхозтехника этой фирмы пользуется популярностью у краевых аграриев. Но в регионе сегодня есть огромный потенциал и для других предприятий. Я думаю, что это очень многообразный и очень богатый регион, у которого есть очень много предпосылок, очень много необходимых хороших условий для развития бизнеса. Я думаю, что это будет всегда интересно для германских компаний. И поэтому я думаю, что наша сегодняшняя встреча – это очень хорошее начало для самого широкого сотрудничества в будущем. Кубань изначально готова к тому, чтобы прогарантировать немецкому бизнесу комфортные условия и гарантию того, что вложенные инвестиции окупятся столицей. И теперь очень важно, чтобы мы от слов перешли к делу. Сегодня наше население, по крайней мере, Краснодарского края, ждет от нас не обещаний и красивой риторики, а реальных дел. Я уверен, что все вместе мы реальные дела сможем на Кубани показать. От этого выигрывает и экономика Кубани, и в целом бюджет, и, конечно же, в первую очередь, население, которое для нас является приоритетом. Германия сегодня третья среди стран-инвесторов по объему капиталовложений в экономику Краснодарского края. Товарооборот между Кубанью и Немецкой республикой в прошлом году составил почти 300 миллионов долларов.